На территории Нузальской часовни проводятся археологические раскопки. Они были запланированы еще в 2016 году. Уже тогда на территории памятника были выявлены признаки грунтовых погребений в каменных ящиках. Находка была поставлена на охрану как объект археологического наследия. Сейчас поисково-спасательные раскопки продолжаются, они ведутся под общественным и экспертным контролем. На месте раскопок побывал председатель профильной комиссии Общественной палаты Республики, директор Института истории и археологии Руслан Бзаров. Позже на рабочей встрече в Общественной палате специалисты поделились мнениями. Подробности у Алины Хасаевой. Аккуратно, словно стирая время, археологи счищают с обнаруженных артефактов землю. Главное не повредить. Погребения в каменных ящиках, по словам специалистов, датируются средними веками. В некоторых археологи находят предметы одежды и быта. Исследовав захоронения, можно будет воссоздать уклад жизни того времени. Разные степени насыщенности погребения. Где-то может лежать просто нож, где-то сохраняются детали одежды, сохраняется обувь кожаная преимущественно. Есть также всяческие украшения. Наша задача – всё качественно исследовать, всё качественно зафиксировать, добиться максимального результата в этом направлении. Сейчас археологам удалось исследовать порядка 80 погребений. Не все они хорошо сохранились. Это связано с природными явлениями и тем, что расположены захоронения на склоне. Могильник находится на территории Нузальской часовни – памятника истории и культуры федерального значения. Часовня – мавзолей Великого Аландского полководца Озбагатара. Захоронение обнаружили вблизи часовни в 2016 году во время реставрации. Тогда, после экспертизы, могильник поставили на охрану, как объект археологического наследия. А работы по благоустройству приостановили. Могильник имеет для изучения истории и культуры Аландского народа, Алании, Осетии, колоссальное значение. В этом нет ни малейшего сомнения. Понятно, что это спасательные раскопки. Так называют те формы изучения, которые предполагаются при любом хозяйственном вмешательстве в ландшафт. Ни один сантиметр асфальта, ни один проход тяжелой техники здесь невозможен до того, как это все будет сделано. Раскопки ведет команда археологов из разных регионов России. К работам приступили на основании открытого листа. Разрешительный документ группе выдало Федеральное министерство культуры. На место раскопок приехал и председатель профильной комиссии общественной палаты Руслан Бзаров, и специалисты Института истории и археологии. Должен отметить, что профессиональная, так бывает не всегда, профессиональная археологическая команда этот тендер в честной борьбе выиграла. Работают они по отзывам, я постоянно спрашиваю наших археологов. Работают они высокопрофессионально, надежно, ответственно. Задача, которая стоит сейчас перед обществом и государством – спасти и сохранить весь исторический комплекс. Об этом специалисты Института говорили и на рабочей встрече в общественной палате. Современное общество оглядывается в прошлое особенно пристально. Мы находимся на переломе эпох. Куда повернет человечество, никто сказать еще не может. И самое главное – сохранить свои якоря. Здесь будет очень важный, благоустроенный международного значения и международного внимания пункт культурной памяти. После того, как все артефакты, найденные в захоронениях, изучат и отреставрируют, их передадут в фонды Национального музея республики. Костный материал будет захоронен. Раскопки планируют завершить к концу этого года, а после приступят к благоустройству территории. Возведут конструкции, которые будут противостоять природной угрозе, чтобы сохранить Нузарскую часовню. А на территории установят памятник. Алина Хасцаева, Алан Суанов, Новости Осетии.